Более 400 проектов презентовали молодые ученые в ходе 63-й международной конференции. Организатор мероприятия – Западно-Казахстанский медицинский университет имени Успанова. Помимо докладов была подготовлена выставка студенческих кружков. Молодые ученые из медицинских вузов Казахстана и России съехались в Ак-Тубе, чтобы поделиться своими научными изысканиями. Новизну будущие врачи внедряют в традиционные методы лечения пациентов. Изготовление гипсов, травматологии, передовая диагностика в гинекологии – об этом и многом другом рассказали студенты-медики. Всевузовская общая итоговая конференция «Наука. Вчера, сегодня и завтра» в работе данной конференции участвуют активные студенты из других высших учебных заведений Республики Казахстан. Это университет Асфиндярова, Шамкен, Астана, Караганда, семей и наши студенты. Кроме того, приехали студенты, которые занимаются активной наукой из Оренбурга, из Уфы, которые сегодня в 22 секциях поделятся своим опытом и доложат свои научные работы. Всего в ходе двухдневной конференции будут выслушаны 414 докладов. Примечательно, что будущие врачи пишут научные проекты на языке современной науки – английском. В этом году я выбрал тему, потому что у меня, как говорится, «I connected the dots». Было несколько ситуаций в моей жизни, которые привели меня к этому решению. Я случайно узнал о том, что фокусированный ультразвук может открывать гемотенцифалический барьер. И тем самым до этого я от психиатра, кажется, услышал то, что сейчас нынешние антибета-амилоидные моноклинальные терапии не помогают и без доступности составляют всего 1%. И мне казалось, почему бы не соединить эти два предмета и сделать систематический обзор. К слову, участники подобных научных мероприятий имеют возможность получить поощрение не только дипломами и медалями. Поездки за рубеж для обучения и практики – отдельный бонус для молодых ученых. Мероприятие, которое запланировано на 5 дней и называется «Успану Сайенс Уик», я думаю, что это очень хорошее начало для привлечения именно студентов младших курсов, для популяризации науки среди них. И, конечно же, это прекрасная площадка для того, чтобы они могли поделиться своими научными достижениями. В ходе конференции была организована выставка 27 студенческих научных кружков «Медисин ин арт». Все работы организации будут оценены жюри. Инкара Карашаева, Душан Жасуланов, телеканал «Октобя».